Новое руководство, новое начало. Месяц назад конкурсная комиссия Одесского областного совета назначила на пост генерального директора Одесского областного онкодиспансера, бывшего начальника облздрава и доктора медицинских наук Вячеслава Полястова. 140 врачей и более 800 сотрудников ожидают перемен, но еще больше изменений ждут пациенты. По итогам первого месяца новая команда определила основной вектор работ. По решению сессии областного совета в областной онкологический диспансер по результатам конкурса зашла новая команда, которую я возглавил. Сегодня онкологический диспансер является главным ведущим специализированным учреждением по оказанию медицинской помощи онкологических больным нашего региона. Это очень крупное учреждение, 480 коек и больше 800 человек работает, только 140 врачей. Очень большие планы у руководства нашей области по развитию этого направления, по модернизации лечебного учреждения, по техническому переоснащению. Ознакомление нашей съемочной группы с функционалом областного онкологического диспансера началось с операционных. Доктора рассказывают, что здесь проводят самые разные хирургические вмешательства. Особенностью является то, что оперируют здесь всех нуждающихся, даже людей в возрасте 90 лет. Операции проводятся у пациентов практически без ограничений по возрасту. От совершеннолетия и до того момента, когда пациент может перенести оперативное вмешательство, включая общий наркоз. То есть есть и 90-летние у нас пациенты и выше. И как бы мы пока, вот отделение наше справляется с этим достойно, чем мы можем и даже где-то погердиться. Летальность у нас ежегодно очень низкая, порядка 1%, 1,2%, 1,07%. То есть мы как бы, операции самые различные. Wi-Fi нервные, тачскрин, сенсорные мониторы 2, где позволяет хирургу смотреть и в один монитор, ассистент может смотреть в другом. И видна картинка одинаковая в цветном 3D изображении, очень удобно. Ну и соответствующая аппаратура у нас с инфузоматами, со всеми делами проводится на сельское пособие. Обновили также реанимационное отделение. Здесь поставили 12 новых современных кроватей и специальных аппаратов. Заведующий отделением реанимации одесского онкодиспансера доволен обновлением материально-технической базы. За 15 лет его работы в этом медучреждении у него впервые столько нового оборудования. У нас отделение реанимации рассчитано на 12 коек. Но иногда у нас лежат и по 17, и по 18 пациентов. Бывает форс-мажорное состояние, ситуации, количество операций бывает чуть больше, чем обычно. Наше отделение сейчас оснащено всем необходимым. Новыми кроватями, вы видите их перед собой, мы получили порядка 19 кроватей. Мы получили 20 новых аппаратов Близзар. Это среднего класса, но он великолепно справляется со своими функциональными обязанностями. У нас есть три аппарата Гамильтон высшего класса. У нас новые мониторы. Порядка 15 мониторов мы получили. Инфузоматы, электроотсосы и так далее. Дефибрилляторы, электрокардиографы. Мы сегодня оснащены. За мою бытность, за мои почти 20-летия заведования, я впервые получил столько оборудования. Рак молочной железы – одна из самых распространенных форм онкологии. Врачи рассказывают, что выбор способа лечения зависит от многих факторов. Стадии болезни, возраста женщины, строения и темпов роста опухоли. Основополагающим аппаратом для выявления проблем является маммограф. Женщина поступила на обследование. Выполняется маммография, стандарт обследования. Делается маммография молочной железы в двух проекциях каждой грудь. Цифровой прекрасный новый маммограф. Ранние комплексные исследования теперь тоже проводят в Одесском онкодиспансере. Гамма-камера – это основной инструмент современной радионуклидной диагностики. Данное оборудование предоставляет изображение внутренних органов человека, а также позволяет сканировать кости, мягкие ткани и весь организм в целом. Ложится больной и проводится исследование. Это гамма-камера, это как щечек. Водится радиофармпрепарат. И аппарат движется для того, чтобы этого цена обследовать все тело. Это исследование всего тела. То есть мы можем обследовать не только какую-то одну часть, допустим, позвоночник или еще что-то. Обследуются также легкие, обследуются печень для того, чтобы определиться и решить вопрос, что нам делать дальше. Приобретенная гамма-камера очень сильно расширяет диагностические возможности нашего онкологического диспансера. По сути, это единственное уникальное оборудование на юге Украины, которое способно действительно работать по выявлению ранних форм различных заболеваний. Это оборудование обладает большим потенциалом к обновлению, к расширению своих функциональных возможностей. И мы рассчитываем, что это оборудование действительно будет эффективно работать в интересах здоровья жителей нашего региона. Обязательно перед процедурой пациенту вводят радиофарм препарат. Для того, чтобы не подвергать опасности медперсоналу, в онкодиспансере создан специальный защитный шкаф. Это фасовочный шкаф, куда поступают радиофарм препараты. Здесь обязательно проводится дозиметрия. Мы четко знаем, какая доза у этого препарата. И есть ли нагрузка на персонал, для того, чтобы мы могли добиться защиты персонала. Здесь проводится фасовка препарата. Затем внутривенно вводится больному. Применяя современные технологии в лучевой терапии, можно добиться максимально эффективного результата лечения с минимальным ущербом для здоровья. У руководства онкодиспансеров в планах установка линейных ускорителей. Использование этих технологий может значительно сократить сроки лечения, уменьшить побочные эффекты и избавить пациента в некоторых случаях от операции. Сегодня лучевая терапия является наиболее востребованным методом лечения. Порядка 60% пациентов, которые страдают на онкологическое заболевание, нуждаются в этом методе. И наше отделение сегодня обладает огромным потенциалом для развития. Кроме тех методик и того оборудования, которое сегодня используется в стенах этого учреждения, мы сюда планируем установку линейных ускорителей для того, чтобы обеспечить еще более точные и более эффективные методы лечения. Впрочем, параллельно с новым оборудованием на высоком уровне работает и нынешнее. По словам заведующей отделением дистанционно-лучевой терапии, аппарат Тереган 2005 года выпуска прекрасно выполняет свои функции. Более того, несколько лет назад его обновили. И аппарат еще 10 лет прослужит онкодиспансеру. Аппарат очень мобилен. Он сам по себе модифицирован плавающим столом, модифицирован тем, что головка может уходить под стол. И пациенты с выраженным болевым синдромом, они не имеют проблем с передвижением на аппарат. Мы их укладываем, абсолютно не переворачиваем, для того, чтобы болевой синдром не усиливать как таковой. Как известно, лекарства, которые выписывают онкобольным, зачастую обходятся в круглые суммы родственникам и родным. Но, как рассказывают медики, благодаря договору с НСЗУ, некоторые препараты в диспансере можно получить бесплатно. Благодаря тому, что подписан договор с Национальной службой здоровья Украины, пациенты имеют возможность получить лекарства для химиотерапевтического лечения бесплатно. Есть некоторые перебои с этими лекарствами, но, тем не менее, эта ситуация уже более-менее регулируема, и она не фантастическая. То есть, пациент имеет возможность лекарства, которые стоят тысячи, десятки тысяч, получить бесплатно. Врачи уверены, диагноз онкология – это не смертельный приговор. Ведь, по словам медиков, в 21 веке есть нужное оборудование и возможности для лечения. Самое главное – это вовремя обратиться за помощью. Сегодня онкология – это не приговор. Сегодня при правильном подходе – это, по сути, хроническое заболевание, которое поддается лечению. И если все делать правильно и своевременно, то дает очень хорошие прогнозы для населения. Сегодня мы имеем достаточно возможностей и по препаратам, и по технологиям для того, чтобы, используя ресурс Национальной службы здоровья финансовый, оказывать помощь максимально большому количеству людей. К сожалению, попала в это заведение, в это отделение. Не очень хорошее, но, знаете, попав сюда, я столкнулась с очень хорошими людьми, с замечательным доктором, который волшебник. Шла я сюда совсем с другим настроением. На сегодняшний день он меня подбодрил, успокоил. Каждый раз он внушает доверие. Девочки здесь шикарные, как родные все.